Доброе утро! Доброе утро! Всех рады видеть! Утро доброе! Как быстро пролетело время, что мы снова с вами в эфире! Пожалуйста, напишите мне тему, пожалуйста, напишите мне тему, как достойно принимать возрастные изменения, как достойно принимать возрастные изменения. Тема сегодняшнего эфира. Пожалуйста, напишите, у меня, видите, опять, в общем, не знаю, что с Инстаграмом, возможно ли будет, но вписать, как достойно принимать возрастные изменения. Благодарю! Вы можете уже наблюдать тему сегодняшнего эфира, как и обещала. Сегодня я расскажу все про методы борьбы со старением, как принимать старение и первые возрастные изменения девушкам, каким образом справляться с ними. И, конечно, поделюсь, что нужно делать и расскажу, что происходит в нашем организме, а именно внутренне, на физическом и биологическом уровне, чтобы кто-то, может быть, испугается. У меня сегодня задача, может быть, даже немножко вас напугать, чтобы кто-то, кто сегодня не может заставить себя, не может найти мотивацию для того, чтобы пойти и что-то сделать для себя. Надеюсь, после этого эфира вы как раз-таки этим и займете. Ну, а прежде чем я начну раскрывать тему, которую вы наблюдаете, делюсь своим завтраком. У меня овсяно-блин, сыр и авокадо. Овсяно-блин, сыр и авокадо. Такой сытнейший завтрак специально, потому что сегодня мне предстоит день тяжелый, и зарядка должна быть, энергетически ее должна быть заряжена и такой едой. В общем-то, делаю «Ан» и начинаем с вами общение. Прямо кладу себе овсяно-блин. Кто наливает кофе, наливайте, пожалуйста, чай, потому что беседа предстоит нам интересная, интереснейшая. Готовьте свои вопросы. Благодарю всем и желаю приятного аппетита. Ну что ж, первый «Ам» у меня сделал. Можно приступать к эфирам. Комментарии я выключила. Тема звучит следующим образом. Я еще раз ее озвучу. Как достойно принимать возрастные изменения. Давайте сразу поймем, что же такое возрастные изменения. У нас разная аудитория. Тем более, я знаю, моя подписчица есть и 20, и 18, и 30+, и 40+, и даже, что мне крайне приятно, даже есть 50+, кто меня смотрит. И меня это, конечно, вдохновляет еще больше, что такие взрослые дамы присоединяются и вместе с нами проводят это утро. Давайте, что такое вообще возрастные изменения. Как правило, девочки молодые, когда видят первую морщинку, первую растяжечку, то есть то, что выбивается из общих рамок красоты, то, что выбивается из общей картины молодого тела, конечно, это вызывает панику и шок. У кого-то вызывает истерию. Многие девочки долгое время смотрят в зеркало, начинают комплексовать. А я уже не говорю о седых волосах. Сейчас тенденция к тому, что акселерация молодежи, молодежь стала взрослее выглядеть, нежели чем выглядит старше своего возраста. Седина уже вообще может быть в молодости, девочки могут сидеть уже 18-20 лет, то есть это уже даже не считается каким-то признаком. С чем это связано? С тем, что экология плохая в стране, неправильно употребляют продукты, ведут неактивный образ жизни, но и много алкоголя, и раны начинают взрослеть. Из-за этого также молодежь становится более взрослой и старше в душе ребенка, а уже на лицо как будто ей по 30, хотя только 20 исполнилось. Так вот, первая проблема у девчонок, они видят первую морщинку и сразу бегут к косметологу, заколи, что мне делать, все, я старею. Давайте расскажу, почему же так происходит первое у молодых девушек, когда такая паника. И сразу забегу немного вперед, вы можете, кстати, наблюдать, что все, кто делает филлеры, угочает губы, ринопластику носа, то есть якобы закачивают ботекс, якобы делают себя моложе, на самом деле по конечному результату они выглядят старше. Они выглядят старше, нежели чем они выглядели. Ой, сейчас, простите, я абсолютно не выключила. Они выглядят старше. С чем это связано? С тем, что вроде бы. То есть у людей представление о старости это морщины. Это морщины, это мешки. Да, это так. Но старость еще плюс ко всему внутри. Бывает такое лицо все надутое, хорошо девушка выглядит, а вот смотришь ей в глаза и думаешь, ну тебе не 20, хотя по коже, по телу 20. Ты взрослая. Я опять же хочу вас сегодня предупредить, напомнить, что старость и вообще молодость, она внутри. Молодость в наших глазах, в наших повадках, в нашей динамичности, в нашей активности, но никак не в морщинках. Но вернемся к этим девушкам, которые замечают первые морщинки и бегут сразу к косметологу. У которых шок, и они цепляются только за внешнее. Почему так происходит? У этих девушек не налажен свой быт. Не налажен свой быт. И в их понятии, что красота может проявляться только во внешности. И вот именно такие девушки, которые первые морщинку видят, у них шок, вы можете наблюдать их уже в возрасте. Кто 65 лет уже как Майкл Джексона. Лица закачаны, вот они все молодятся, потому что они чувствуют себя ненужными, если они некрасивые. Я еще раз повторюсь. Эти женщины, вот если вы сегодня узнаете себя, что вы страдаете из-за какой-то морщинки, страдаете из-за седого волоса. Ваш удел Барби на пенсии, я называю таких женщин, которые все перетянутые, вот такие все в подтяжках. Далеко ходить не надо, приведу вам пример. Это Донателло Версачи. Донателло Версачи. Она сестра известного модельера Версачи. И у нее, конечно, уже миллион операций сделано. Мы можем из сегодняшних звезд шоу-бизнеса и мужчины к этой категории относятся, которые все перетянутые, смотреть на них. То есть это уже какие-то не люди, а куклы, получаются. Это заложники своего образа люди, заложники внешних факторов. И как сказал Дейл Карнеги, известный психолог, почитайте, очень интересно, он пишет разные книги на психологические темы, раскрывает их. Так вот, Дейл Карнеги выявил, что для человека с низкой самооценкой, для человека, склонный к невротическим заболеваниям, к депрессиям, стрессам, для этих людей важно чувство собственной значимости. Важно чувство собственной значимости. Кому более подробно и интересно, забейте Дейл Карнеги, чувство собственной значимости, чувство значимости. Вам выйдет много книг, вы сможете ознакомиться более подробно с этой информацией. Так вот, Дейл Карнеги, когда выявил этот феномен, почему же люди так сходят с ума, когда они становятся неудел на работе. Люди могут начать пить, употреблять наркотики, потому что он больше не нужен. Я даже недавно выкладывала в сторис ролик, кто, наверное, видел из моих подписчиков, когда сидит обеспеченный человек. Я так, правда, и не понимаю, так понимаю, что он какой-то деятель. И он тоже говорит то, что нужность, самое главное для человека, это быть нужным. Карнеги назвал это чувство собственной значимости, но он более прав к тому, о чем я сегодня говорю, потому что чувство значимости у людей эгоцентричных. Это чувство повышено, у кого очень сегодня высокое эго, которое не дает им развиваться жить, а эго мы помним, что такое. Когда эго заставляет нас соревноваться, жажда наживы, не обращая внимания, что происходит вокруг, только мне, только дай, только хочу. Эго смежно с эгоизмом. Эго смежно с эгоизмом. Только эгоист может жить один, ему ничего не надо, он будет жить один, как паразит. А эгоцентричный человек, ему нужно окружение, чтобы ему поклонялись. Вот в этом разница между эгоцентричным и эгоистичным человеком. Маленькая, но разница в этих понятиях есть. Так вот, если вы сегодня заметили в себе, что вас беспокоят первые признаки старения, сразу себе дайте отмашку, что стоп, 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 стоп. Я не нашел досуга, я не нашел самореализацию в жизни, мне нужно постоянно цепляться. Здесь что можно посоветовать? Начать искать личностное самоопределение. Я вчера уже упоминала этот термин за завтраком. Значит, вы еще, личность ваша не определилась. У вас нет профессионального определения. Потому что человек, который любит себя, любит свою профессию, он будет понимать, что А, точка А – это рождение, а точка Б – это смерть. Я надеюсь, вы знаете, что такое смерть. Никого не напугало? Никого там шока нет? Да, мы как рождаемся, и мы должны понимать, что мы умрем. Это неизбежность. Но эту жизнь надо прожить достойно. Мы сначала молоды, потом мы в самом соку, это 30 лет, а потом мы увидаем. Это цикл. Это данность. Такая же данность, как я налила себе чашку кофе, я ее выпью. Больше этого кофе не будет. Кофе будет во мне. И чтобы начать принимать достойно все признаки старения, все физические, физиологические, биологические изменения, прежде всего уясните себе, что многие смерть, слово смерть боятся произносить, я боюсь этого, да со мной это не случится, со всеми, но не со мной. Вот до тех пор, пока вы будете бежать от этой терминологии, до тех пор, пока вы будете отодвигать вот со всеми, но не со мной, вот эти изменения будут поглощать вас, и вы начнете жрать себя изнутри. Первонаперво вы должны понять, насколько и как устроен мир. Включая сообщения, пишите ваши комментарии, пишите ваши страхи, пишите то, что вы думаете по поводу этой темы. Юлия спрашивает, что такое гештальт? Я сразу выключу, чтобы не пропускать сообщения. Быстро отвечу. Гештальт – это психологический термин, обозначающий незакрытое действие, незакрытое событие. Гештальт – это незакрытое действие, незакрытое событие, незакрытая мысль в голове. Есть такая психология, такое направление, как гештальт-терапия, потому что практически у всех людей есть незакрытые гештальты. Что я имею в виду быстро? Приведу пример. Например, вы встречались с парнем, он вас бросил, и у вас осталось рано. И из-за этого парня вы всех бросаете, потому что это незакрытый гештальт, вас обидели. И из-за этого вы постоянно хотите получить это подтверждение, то, что вы не сделали с тем парнем. Вот это и называется гештальт. Надеюсь, я поняла. Кому более подробно интересно, в интернете есть все определения. Пожалуйста, посмотрите. Комментарии включила, жду ваших историй. Жду ваших вопросов на эту тему. До скольки лет молодость? У женщин молодость от 25 до 26, потом женщина увядает. Потом у нее пик расцвет, потом увядание. Вот что я еще хотела вам сказать. Выключила быстрый комментарий, пока не забыла. Хороший вопрос. Во сколько заканчивается молодость? Вообще, по жизненным циклам, по психологии, я сейчас изучаю возрастную психологию. То есть, молодость заканчивается у женщин в 26-25 лет, когда мы прекращаем расти, и организм полностью расцвел. Вы понимаете, о чем я говорю? Разумеется, сейчас мы все молодые, мы все прекрасны. И по хронологическим меркам, хронологические мерки – это от рождения до смерти, хронология, как вот идет не по биологическим, а именно по хронологическим меркам. В психологии указано, что менопауза у женщин, менопауза, приходит к 60-65 годам. К 60-65 годам. Сегодня, в 21 веке, тенденция, что менопауза приходит уже к 45 годам, а то и раньше. Кто не знает, что такое менопауза, это у женщин, когда завершается репродуктивная функция, гормоны перестают функционировать в первозданном виде. Как они функционируют? То есть, женщина не может иметь детей, это климакс, это уже пропадают у нас полностью критические дни. Это называется менопауза. Понимаете, насколько сейчас экология и насколько люди стали меньше, сократился возраст зрелости, потому что после молодости – юность, молодость, зрелость. Потом поздняя зрелость – это 40 лет, а потом уже у нас идет старость. Задумайтесь об этом. Насколько сейчас все стало ускоряться? Мы говорили уже о том, что время ускоряется, поэтому хороший вопрос по поводу, когда заканчивается молодость. Но знайте, вы все сами можете себе продлить. Я обязательно расскажу, каким образом и что еще можно будет делать. Просто сейчас хочу послушать вас, почитать ваше сообщение. Включила опять. Страха смерти быть не должно. Душа вечна. Ты борешься смерти близких? Я безумно. Я боюсь. Слово на букву «Б» мы не употребляем. Посмотрели, если вы мой эфир со словами. Безумие ведет к безумию. Чтобы вы понимали. Следите за вашей речью. Что касается смерти близких, я отказываюсь от страхов. Я отказываюсь от страхов. Я отказываюсь от страха потери. Это неизбежность. Я люблю своих родителей. Но родители так принято, что они уходят раньше детей. Родители уходят раньше детей. И я это понимаю. Это данность. Я... Никто, ни один человек в мире пока изменить такого хода событий. Ему это не удалось. И бояться того, что неизбежно, это то же самое, как сидеть и бояться солнца. Оно выглянет. Сидеть и бояться облачков. Но они побегут по небу. Либо дождя. Это неизбежность. Это то, в чем мы живем. Так к этому надо относиться. Надо. Когда обязаны. Вот здесь я употреблю жестко и хлестко. Потому что иначе вы сами потом будете страдать. Вы будете страдать из того, что вы начинаете поправляться. Вы будете страдать из того, что у вас волосы будут выпадать. Что кожица дреблеет. Что морщинки появляются. Здесь только жестко себе. И уяснить. И принять это на веру. Саша, спасибо. Все так просто и понятно. Некоторым женщинам морщинки очень даже идут. Абсолютно. О, мне 26, и я боюсь стареть. Но сейчас послушайте. И думаю, что вы сможете избавиться от этого страха. У каждого свои биоритмы. Сашенька с добрым утром. С добрым. А после родов организм не омолаживается. А омолаживается. И после родов организм омолаживается. И каждый месяц во время менструального цикла. Женщины обладают такой способностью. Но если вы были в эфире, многие подписчики слышали уже этот эфир. О том, как нужно проводить себя в эти дни. Почитайте об этом. Но главное. Вы понимаете? Да, можно. Вот меня спрашивают. После родов омолаживаются? Вы знаете, сейчас мамочки беременные. Я могу наблюдать. Кто-то курит сигареты. Кто-то пьет алкоголь. Кто-то нервничает. Орет, как подорванный. Во время, когда ты выносишь плод. Когда это самое святое. 9 месяцев сакральных. Сжаться. Ты принадлежишь этому существу, которое ты вынашиваешь. Ты все ему должна отдавать. Должна. Коль ты на это пошла. Коль тебе дам такой дар. И если мамочки проводят вот так свою беременность, с сигаретой, со скандалами, с руганью и с алкоголем, обновления не ждите. Конечно, нет. Я опять же говорю, продлить свою молодость, продлить свою жизнь. Это в голове. Не инъекции колоть. Не подтяжки-перетяжки делать. Уродовать себя порой. Как уродовать себя люди. Нерв троичный зажимают и вот такие вот перекошенные лица остаются. В нерв попадают, губы колют. Вот такие губы. То есть там это что творится сейчас, на данный момент? Да, я стараюсь все делать своими руками. Возможно, к 50 годам, к 40 я что-то уколю себе. То есть говорить, что я категорически. Но я сейчас призываю молодых девочек, которые в 20 бегут инъекции делать из-за какой-то морщинки. Посмотрите, первое, кто боится сегодня возраста, морщин, мои прямые эфиры, вчерашние, вечерние. Я делюсь уходом, своим уходом. Я делюсь секретами своей красоты и как можно сохранить тонус. Потому что, опять же, давайте сейчас я выключу комментарии, потому что я подготовила. Мне есть что вам сказать, чтобы более полный, опять же, сделать эфир. Смотрите еще, какая ситуация происходит. Помимо внешних изменений, то, чего так боятся люди, кому нужно чувство собственной значимости. И кто переживает, что он будет не нужен, если он уже не молод. Потому что, как нас приучили, мужчины? Да ты уже все. Ты отработанный материал. 30? О, ты старуха. Пойду к молодухе. Это просто уже такой стереотип, клише. Такая догма у нас сложилась. И все девочки живут и думают, что только молодость мужикам нужна. Вы знаете, такой задаром не нужен. Кому нужна молодость? Такому мужчине, который не воспринимает женщину с ее изменениями, он задаром не нужен. Если мужчине под 40 лет ему нужна 20-летняя, значит, у мужчины здесь в голове вообще не все в порядке. Там вот, тук-тук, откройте. Если он с такой женщиной хочет только с картинкой проводить, то перекреститесь, девочки. Вам такие мужчины даже не нужны. Кто сегодня переживает, что она будет не в цене, если она постареет? Женщина – это дорогое вино. С годами она только ароматнее. С годами она имеет изумительное послевкусие. С годами женщина становится… Она пьянит, она очаровывает, потому что появляется ум, появляется мудрость, появляется женственность. Ты уже прошла многие ошибки, ты видишь людей, появляется избирательность. Мои года, мое богатство. И с каждым годом возраст все прекраснее, все прекраснее и интереснее. И в 60 интересно. Сейчас далеко ходить не надо. Наша приятельница нашей семьи, ей 67 лет, влюбилась. Великолепного мужчину, ему, он младше, ему 65. У них отношения, у них роман бурный. Она как девочка. Пожалуйста, не в любви и все возрасты покорны. Всем обстоятельствам все возрасты покорны. Давайте я расскажу, что происходит с организмом на физическом плане. Потому что все хотят, что у нас, какую делают ошибку девочки. Они сразу идут маски покупать, всякие кремушками маски. Это хорошо, это правильно. Но порой необходимо заглянуть вовнутрь себя, в свою коробочку, в свой организм. Итак, я уже упомянула, что после 26 лет заканчивается молодость у женщин. И мы начинаем уже все, мы в расцвете, и у нас зрелость наступает. И, конечно, в этот период уже очень важно обязательно вести активный образ жизни. Я всегда говорю йога, спорт, прогулки, питание. Если вы этого делать не будете, к 30 годам вы можете заметить то, что, во-первых, почему уже происходят изменения. В первых 30 годах, как правило, уже эта норма, женщина родила ребенка. У нее уже пошло изменение в гормональном, на гормональном фоне, изменение функционирования организма. И, естественно, вы уже можете наблюдать, что метаболический процесс не так уже быстро и высокий. Как раньше вы могли есть на ночь бутерброд, а сейчас вы стали поправляться. Целлюлита не было, а он стал появляться. Волосы не выпадали, а стали выпадать. Зубы всю жизнь были хорошие, а к 35-36 дырки появляются. То есть это уже идут какие-то некие изменения. Почему? Потому что у нас, разумеется, рождение ребенка у женщин. Второе, уже стрессы, потери какие-то тоже исключать этого нельзя. Но вот 40 плюс начинается самое, уже действительно серьезные изменения именно в организме, именно в тканях. После 40 плюс вы знаете, что мышечно, если вы не занимаетесь спортом, не употребляете достаточное количество белка и кальция, не употребляете правильных растительных жиров, таких авокадо, орехи, вот то, что я вам говорила, бобовые, фасоль, грибы, у вас истончается костная ткань. Внимание, костная ткань истончается. 40 плюс с каждым годом на 1% костная ткань истончается. И привести это, это может привести к остеопорозу. То есть уже 40 плюс костная, и мышечная ткань исчезает, она растает жиром. То есть мышечной ткани нет, если вы не занимаетесь спортом, 40 плюс. И зарастает жиром. Вы можете сейчас наблюдать свое тело. По параметрам вы не изменились, но вы рыхлая. Но другой тонус кожи, нежели чем был в 30, например, лет. Потому что если вы не занимаетесь спортом, не употребляете правильные пищи, вот такие происходят изменения. Деться от них никуда нельзя. Единственное, это ваш труд, это ежедневный спорт. Но не ежедневный, хорошо, 3 раза в неделю. Желательно все-таки спорт на выносливость, на статику. Почему хороша йога? Потому что там статика, ты постоянно тренируешь, ты сухая будешь вся. Либо тогда уже отжимания, подтягивания, просто ходьба и кардио вам не поможет. А вот 50 плюс костная ткань истончается уже на 5% каждый год. Вы понимаете? И усваиваемость кальция и белков, она снижается. Потому что у нас снижается уровень выработки гормона эстрогена. Гормона эстрогена, это гормон молодости. И вот уже, конечно, к 50 годам он практически вообще не вырабатывается. Вы знаете, замедляется вырабатывание гиалуроновой кислоты, которая омолаживает наши клеточки, увлажняет. И уровень эстрогена снижается. И здесь, чтобы поддержать костную ткань, поддержать мышечную ткань, чтобы не исчезала и не зарастала жиром. Вот сейчас даже многие посмотрят, например, там, если вам 40, почему же, вроде я по объемам та же, и размер одежды тот же, но мое тело стало прям, ну вот все, дрябленькое, дрябленькое, если вы не занимаетесь спортом. Поэтому спорт обязательно, активный образ жизни, правильное питание. Сюда уже вы включаете не только, кто ест мясо, курицу, обязательно растительные белки. Это авокадо, бобовые, орехи, уже вот 50+, прописывают даже комплекс кальций. Но это все уже, конечно, с доктором, это ближе туда. Понятно, когда уровень гормона эстрогена у нас понижается, все, женщина начинает увядать. Но возможно все поддерживать, возможно оставаться до последнего прекрасной. Если вы будете знать все эти тонкости. Далее, когда мы стрессуем, если вы сегодня нервная, вспыльчивая, импульсивная, запомните, уже после, там, 30, когда человек стрессует, молодой организм может с этим справиться и перебороть, вырабатывается гормон, сейчас я вам скажу, кортизол. Гормон под названием кортизол. Когда вы стрессуете, это выброс кортизола в кровь, он для нас очень опасен. Девочки, кто меня постоянно спрашивал, почему у меня жирок на животе больше нигде нет. Жирок на руках больше нигде нет. То есть, вот вся вот эта часть, весь наш корпус. Если вы стрессуете, и вы сейчас узнали себя, что вы действительно подвержены стрессам, вспыльчивые, агрессивные и постоянно нервничаете, и у вас жирок, это потому что уже вырабатывается этот гормон кортизол, и кортизол замедляет метаболический процесс в организме. При стрессе он вырабатывает, он замедляет. И идет неправильное распределение жиров. И поэтому жиры уже после 30 откладываются вот в эти самые-самые проблемные места. Здесь опять же выровнять свой эмоциональный фон, начать себя любить, жалеть себя начать. Это тоже очень важно. Как бороться с этим гормоном кортизолом, как его потушить? Сразу вам скажу. Эндорфины. Гормон эндорфин тушит кортизол. А эндорфины получаем мы в зале, когда мы занимаемся спортом, естественно, когда мы влюблены, когда мы путешествуем по красивым местам. То есть эндорфин гасит кортизол. Такие изменения происходят. Вы поняли, что в 50+, там уже все, конечно, ускоряется, и плохо усваивается белок и кальций. И вот что я ищу такую тонкость 50+, если у вас мама, передайте им. Если вашей маме, тете, либо вы меня сейчас смотрите, у вас такой возраст. Мало того, что кальций и белок плохо усваиваются, он практически уже не усваивается, поэтому идут проблемы с костями, с суставами. Чтобы усваивался, необходимо давать именно физическую нагрузку. То есть не просто я походил, а я прям отжался, позанимался, и тогда, если физическая нагрузка будет дана максимальная, тогда белок начнет усваиваться. 50+, белок начинает усваиваться только с физическими нагрузками. Включаю комментарии. Тем не менее, женщины зачастую рожают после 40, да. У сквера, у севера к 50 годам очень изменился характер невозможный. Стал, как справляться, кризис. Да, это кризис. Это опять же кризис 50 лет. Сейчас мы поговорим об этом. Сейчас я зачитаю, и как раз я продолжу свой спич по поводу кризисов, почему они приходят и как можно их избежать, какие есть выходы. С возрастом становлюсь раздражительной, как перестать нудеть и начать радоваться жизни. Чтобы начать радоваться жизни и перестать нудеть, вам надо найти то, от чего вы радуетесь, то, от чего вы получаете удовольствие. Потому что именно к 40 годам, почему, давайте я тогда продолжу по поводу кризиса, раз уж в тему все пошло. В 40 лет, почему женщины страдают от внешности, от первых изменений, от старения, от дряблости, от того, что она стала поправляться, уже организм стал другой. Физически, может быть, не такая выносливая, как 5 лет назад. Тоже такое может быть. С чем это связано? Дети, как правило, уже, у нас детки рождаются в 25, я говорю средней, стандартную девушку, беру стандартную девушку в нашего общества. То есть к 40 годам детки уже, как правило, вырастают. Они вылетают из гнезда, да, птенцы вылетают из гнезда. Уже пошли в институте, у детей уже свои проблемы, свои интересы. И мама, как таковая, уже теряет, она уходит на второй план. Ребенок становится взрослый. Первый стресс для мамы, кто жил детьми, значит, я уже не нужна. Второе. Еще вчера, например, там, 10 лет назад, эта девочка была маленькая, сейчас она стала молодая, вы не успели, как она быстро выросла на ваших глазах, и вы понимаете, что молодые наступают на пятки. А вы сравниваете, мы же всегда сравниваем, да, идентифицируем себя с другими, он и я, и она. И смотрите, что, так, а вот тут уже молодые, а я не такая, уже кожа-то, и вы начинаете комплексовать. На работе вас подсиживают, говорят, ну, лучше мы сейчас молодых возьмем, они спорее, они быстрее. И вот из-за этого наступает проблема этого первого кризиса 40-45. Как из него выходить? Очень часто в этот период женщины и мужчины находят новое занятие. Вы можете заметить, как мы можем читать рекорды Гиннуса, смотреть разные передачи. Ему 40 лет, а он йогой занялся, никогда не занимался, растянулся. 40 лет, а он поехал вокруг земного шара в путешествие кругосветное. То есть вот здесь люди, чтобы выходить из этого стресса, они меняют свою жизнь. Они находят новые хобби. Они делают то, чего они не сделали в молодости. Может быть, кто-то мечтал стать певцом, они идут заниматься на фортепиано играть. Кто-то хотел, вернее, певцом и вокалом идут заниматься. Кто-то хотел балетом, да, идут заниматься танцами. То есть здесь люди меняют свою жизнь, и это, естественно, один из способов выхода из этих депрессий. Это первое хобби, поменять досуг, найти то, что нравится, то, что так давно хотел сделать. А второе – это также занятие спортом и активный образ жизни. Опять же, спорт, да, он везде. Да, это панацея во всех кризисах. Везде об этом говорят. И психологи, и ученые. Это доказано. Потому что при спорте, как я уже говорила, вырабатываются эндорфины. Читаю дальше. Реально боюсь, думаю, не переживу. Пропустила эфир про слова, как обидно. Сашенька, вы его не сохранили? Я представляю, какой он был полезный. Скоро я создам YouTube-канал, и я выложу туда все передачи. Я сохранила их. Сравнение с солнцем понравилось. Я рада. Когда дети уходят раньше родителей. Оксана, это трагедия. Так быть не должно. Но опять же, если мы знаем этот мир, если мы знаем его законы, бывает такое. Но это не норма. Давайте я вам так отвечу. Вы сказали нормально, это не норма. Давайте сейчас другая тема, она тяжелая тема. Это не норма. Не могу себя к этому подготовить. Сейчас зачастую женщины рожают 45-50. С чем это связано? Не пытаются ли они омолодиться таким образом? Дело не в этом. Объясню. Женщины захотели жить для себя. Женщины решили продлить себе свою молодость. Смотрите, какая ситуация. Сейчас выключу комментарий. Вот хороший вопрос. Сейчас я посмотрю, кто. Тирентос задала, что женщины рожают зачастую 45-50. Я объясню, в чем тенденция. Эта тенденция к нам пришла из Европы. Вы знаете, Европа, Америка, у них норма абсолютно в 40 лет выйти замуж и родить. У них, они сначала идут в институт, потом они обеспечивают себе существование, будущее, они работают, получают профессию. И только потом они позволяют себе выйти замуж. Это такая норма. Мы раньше говорили, да как это, да как это, замуж надо выходить там чуть ли не в 16. В 18 не вышло, старая дева, так и останешься. Это были наши русские законы, но есть такой термин, как гендерный признак, половой признак. Вот у нас сейчас в России, к сожалению, развит больше различия по гендерному, по половому признаку, что я имею в виду. То есть мужчине одни профессии, вот как обучают наших детей, а женщинам другие профессии. Потому что мужчина болевой, сильный, он быстро принимает решения, он кардинальный, он импульсивный, он вспыльчивый, переменчивый. Но у женщин другие качества. Она интуитивна, она может предвидеть, она чувственная, она стабильная, она усидчивая. Вот и так вот можно поделить мужчину и женщину. И что нам сегодня говорят? Не-не-не, в президенты женщине нельзя. Руководитель, это ж ты ж баба, куда ж ты? И порой часто не воспринимают женщин на каких-то должностях. Так вот вы задали мне вопрос, почему же рожают 40-45? Потому что сейчас ломается стереотип вот этого Советского Союза, что мужчина это воин, а баба сидит дома молчи. Сегодня баба уже не баба. Коней у нас нет, печек тоже и огня и тоже нет. Сегодня у нас женщина, у нас сегодня девушка. И сегодня женщина становится вровень с мужчиной. Вы можете наблюдать, пожалуйста, и политики женщины. И стоят и правительницы женщины стали, и руководители великолепные женщины стали. И сегодня общество приходит с этим мириться. И тогда вы спрашиваете, почему же отсрочился возраст, когда женщины стали рожать? Только лишь потому, что они продлили себе такой же период, чтобы встать на ноги. Потому что женщины поняли, как раньше мужчина, я завоеватель, я беру себе женщину на обеспечение. Потом она постарела, поправилась. Да просто мне не нужна. Я выкидываю эту женщину. А женщина ничего не умеет. И она остается здесь. И наше, уже наше поколение, поколение сегодняшних деток, кто рождается, они уже знают, что рассчитывать на мужчину нельзя. Вот пока ты сама себе все не сделаешь, не обеспечишь, тыл себе, тылы все не подобьешь, профессию не освоишь, выходить замуж опасно. Потому что золотая клетка, даже кто сейчас может выйти замуж в хороших условиях, будут все самолеты, яхты, пароходы. И он тебя посадит дома, этот мужчина, потому что он властный, он хозяин, я плачу, за все уплачено. А потом этому хозяину понравится другая 18-летняя девочка, он скажет, у тебя морщинки, вали-ка ты отсюда. И что этой женщине делать? Я опять же говорю, у нас стираются сейчас рамки, и уравнивается мужчина и женщина в правах. Уравнивается. Из-за этого и все сдвинулось. Включаю, читаю дальше. Саша, какой размер носишь черный капрончик? Мне 40 лет, но я чувствую себя молодой, но возраст принимаю свой. Здорово. Саша, как побороть себе детские психологические травмы? Я очень рано потеряла родителей. Маму в 10 лет, папу в 15. А еще у меня сестренка, она погибла в 5 лет, у меня на глазах. Ирина, Ирина, я бы вам посоветовала пойти к специалисту, к психологу. Это детская травма. И здесь вот так через эфир, вы что, такие вещи? Только к профессионалу. Прям не поленитесь, сходите, вам правда это поможет. И все у вас будет замечательно, вы сможете все преодолеть. Тем более, если вы уже поймали за хвост, и вы видите, что вам это мешает жить, психолог вам быстрее гораздо окажет помощь. Вы вчера были достойны на Первом канале, благодарю. Саша, как ты сама справилась с возрастными изменениями? А я нашла свое предназначение. Я нашла свою нужность. Незначимость, как я искала, дайте мне, покажите мне, скажите, что я хорошая, как я выгляжу. А нужность я нашла. Я создала свои курсы, я родила первого ребенка, личностного роста, перепиши жизнь. Сейчас я с вами выхожу в эфир. У меня, видите, иные, кто был подписан на меня давно, вы видите, как формат изменился. Я пошла учиться на психолога. Я меняю свою жизнь. И поэтому сейчас я довольна всем. И возрастными изменениями. Я говорю, спасибо за этот возраст. И каждый год он прекрасен. Я тут становлюсь мудрее и умнее. Я жизненные тяготы и ситуации воспринимаю уже настолько. Я говорю, как это интересно. Мне жить хочется. Я поняла, насколько здорово, когда ты зрелый. Вот скажи мне сейчас, вернись в 16. Откажусь. Улыбнусь, милая, скажу. Отказываюсь возвращаться. Нравится свой возраст. И хочу посмотреть, что будет дальше. Мне интересно, как я буду стареть. Я хочу постареть красиво. Я хочу любить себя в любом возрасте. Потому что жизнь нам дана. Жизнь дана не любить ее в какой-то период. Когда мне только 16, я яблочко. А любить всю жизнь, которая дана. И всю ее надо прожить. И в 60 себя любить. И в 70, если... Почему если получится? И в 80 я себя буду любить. Я долгожитель. Как я вижу жизнь таким образом. И вам... Мне бы очень хотелось, чтобы после сегодняшнего эфира вы пересмотрели, у кого были страхи по поводу смерти. Страхи по поводу старения. Кто-то сейчас в 20 уже боится первых изменений. Не бойтесь. Запомните, как еще я себя успокаивала. Любая морщинка на нашем лице, любая морщинка на нашем теле, наша память. Мы приходим чистым листом, без морщинок. Вот такие мы, ребеночки, приходим. А потом мы набираем, набираем, набираем. Эти морщинки от того, что я смеялась и радовалась. Потому что у меня было много счастливых моментов. Эти морщинки от того, что я хохотала вдоволь. И когда я была юная и в зрелом возрасте. На груди морщинки, ну что делать, я сплю, я хорошо сплю. Я вот так это оправдываю. Какие-то пятнышки, да, это идут изменения, я живая. У меня идет нормальное развитие моего организма, моей машины. Но если бы, вот смотрите, можно было бы бояться старости, если бы хотя бы, сейчас выключу комментарии, просто понимаю, сегодня говорю больше я, меньше зачитываю. И не обессудьте, вы простите меня. Если бы на ваших глазах в жизни хотя бы вы раз увидели, что есть хоть какой-то предмет, хоть какой-то предмет под названием машина с каким-то механизмом, вечный. Вот задумайтесь. Есть ли какой-нибудь вечный предмет? Предмет, не человек, предмет. Компьютер, вопрос. Вечный? 100% батарейка сядет, он может разбиться, сломаться, есть срок годности. Самолеты летают вечные? Все равно нет вечности. Будут, надо заменять детали. Детали, вот у нас тоже органы. Все сравнивайте с машинами, мы ничем не отличаемся от машины. У всего есть срок годности, и рано или поздно, и самолет, у него отлетит подшивка, отлетит и скажет, все, это уже в утиле. Телевизоры вечные? Нет, конечно. Нету вечных телевизоров. Все равно они уже будут меркнуть, и со старостью все иссохнется. Мобильные телефоны вечные? Да нет, конечно. Все равно. Что? Лампочка вечная, она разбивается, перегорает, лопается. То же самое с человеком. Детали мы меняем в процессе жизни, потому что если, как говорится, как потопал, так полопал. Что я имею в виду? Много пил, у тебя печень, давайте замену. Там какая-то проблема почки, бывает врожденные. Разумеется, я не беру сейчас случаи, когда дети рождаются больные, это, конечно, все. Но я говорю, тот, кто живет в процессе. Вот вам машина, мы такая же машина, как самолет, магнитофон, телевизор. Только гораздо миллион, тысячи миллиарда раз умнее. Миллиарды раз умнее. И нам дан такой аватар. И как это я могу любить только себя в 16, либо в 20? И с морщинами, и с целлюлитом любить себя надо. И с животиком, и с рыхлостью. А что делать? Ну, жить-то надо. А чтобы не обращать внимание и, наконец-то, спокойно воспринимать все возрастные изменения, ищите свое дело, ищите свою нужность в этом мире. Ищите свое применение. Начинайте делать то, что вы когда-то задвинули в долгий и дальний ящик. Есть у вас мечта, осуществляйте ее. Именно эта мечта и станет вашей молодильной таблеткой. Не уколы, не ботокс, не вот это вот лицо. А внутренняя ваша таблетка. Потому что молодость внутри. Паспорт не имеет значения. Посмотрите на японцев, на китайцев. Ему под 100 лет, а ему не скажешь, что ему 100. А он сидит, у него одухотворенное лицо. Он счастлив. Вот так жить надо. Очень была рада вас всех видеть. Практически с вами даже не поела. Пролетел час. Уже час пролетел у меня с вами. Зачитываю последние комментарии, уже последние там. И будем с вами прощаться. Моментально все пролетает. С вами как-то у меня все быстро летит. Когда есть гармония, все получается. Женщины теперь не позволяют себе помогать. Все делают сами. Да, мне в 36 комфортно так. Вернуться классно в 16, но уже с опытом, как сейчас. Если бы молодость могла, а старость умела. Вечная поговорка. Так не бывает. Поэтому любите то, что есть сейчас. Живите здесь и сейчас. Мне 38, я стану скоро бабушкой. Мне страшно, ведь я еще ого-го. Какая разница? Вы должны счастливы быть. У вас потомство размножается. Ваша семья становится больше. У вас тылов становится больше. Какая... Что это за... Вот это мне очень нравится женщина. Не называйте меня бабушкой? Какая я бабушка? Какая разница, как тебя называют? Какая разница, как... Как тебя назвали? Ты как себя чувствуешь? Я, поскольку являюсь некой публичной персоной... Представляете, сколько меня могут назвать и обозвать? Но это не значит, что я стану таким определением, какое мне кто-то дал. Не чувствуете вы себя бабушкой. Да и не надо. Кровиночку, ваш внучок, ну будьте вы там тетей Леной, например. Пожалуйста. Я боюсь, что я стану бабушкой. Ну, вам 38, вы чего боитесь? Вам же не 84 исполнится, если у вас родится внук. Вот тогда стоило бы напрячь. Если бы рождение внука тут же автоматически давало вам старение. То есть из 38-летней женщины вы превращались бы в 84-летнюю. Вот тут стоит испугаться. Сложно было бы как-то подготовить к этому вас. Понимаю. Тогда бы внуков стало бы меньше, бабушек не было бы вообще. Поняли, о чем я говорю? Вы чувствуете себя внутри. Как вы ощущаете в этом мире себя? Какое пространство вы занимаете в этом мире? Страх только то, что нет где-то. Какая ты умница, я никак не могу полюбить и принять себя. Наверное, вечно только душа. Да, это верно. Ты просто мега супер, спасибо. Пожалуйста, я вижу, вижу, что вы мне говорите спасибо. Просто зачитывать похвалу. Я вижу, все читаю. Благодарна во благо. Во благо всем вам. Спасибо, что вы меня так отмечаете. Не могу понять, что мне надо в этой жизни, а мне 28. Это норма. Я поняла, что мне надо в 34. В 34 у вас еще есть в запасе. 6 лет. Не переживайте. Но сегодня я даю вам руководство к действию. Я даю вам то, что можно уже пощупать. Я разжевываю вам и кладу в ротик. Я просто сама вам делаю ам и кладу в ротик всю информацию. Если вы остались сегодня, вам 28, вы не знаете, что. Но если вы остались на моем эфире, поверьте, через несколько дней мысль придет. Что вам надо делать? Потому что вы уже получаете эту информацию, и вы уже начинаете думать о том, а что же я хочу. Главное не притягивать, отпустить, и она придет, этот ответ придет сам собой. Буду делать тирамису, делайте. Подсел на твой эфир, очень нравится твоя энергетика, благодарю. Спортом занимаюсь, стараюсь каждый день, но бывает такое, что я могу сделать неделю перерыв. Бывает, могу сделать через день. Я слушаю свое тело. Вот я к себе чутка на 100%. У меня нет такого загонять себя. Потому что если будешь загонять, спорт потом каторгой будет казаться. Поэтому если я не хочу, я говорю, окей, сегодня не хочу. А завтра я с удовольствием начинаю делать то, что я отдохнула. Заставлять себя нельзя. Главное, опять же, заставлять. Это я себя не заставляю. Потому что у меня это есть в рационе. Но если вы никогда не занимались спортом, вам только надо себя заставлять, чтобы начать им заниматься. Вчерашний эфир остался. В молодости все впереди, в старости все уже было. Мама моя молодая бабушка. Классно. Саша, не досмотрел эфир про Геленджик. Создаю YouTube канал. Обязательно. Еще одна женщина, бабушка, как девушка. Саша, спасибо тебе за эфиры. Теперь у меня эта традиция и заряд на весь день. Здорово. Сохраню эфир, конечно. Всему свое время. Почему только с утра в эфире, потому что мне так удобно. И это мое свободное время, которое я могу посвятить вам. Меня тоже зовут Саша, но я хочу, чтобы звали Соня. Поменяйте имя, это не проблема. Сейчас можно сделать все. Мне 32, скоро замужем. Но так как строим дом, не рожаю, не хотим на съемной. Но это вы уже выбираете. Уже смотрите по вашим возможностям. Это тоже правильно. Благодарю тебя за эфир. Умница. Пожалуйста. Почему ты только утром уже сказала? Мне 30. Для меня очень полезная информация. Спасибо. Пожалуйста. Саша, мудрая, женственная. Благодарю. Как полюбить себя? Очень важный вопрос для меня и для многих. Ну, вы знаете, я практически в каждом эфире отвечаю на этот вопрос. Он сквозит лейтмотивов каждый день. Чтобы полюбить себя, нужно понять себя. Себя понять. Не писать. Не устремляться в друзей. Сравнивать. А к себе повернуться. Хотите полюбить себя? Приходите ко мне на курс «Перепиши жизнь». Вот он конкретно направлен на то, чтобы полюбить себя. Ссылка в описании профиля. Переходите ко мне на курс «Перепиши жизнь». Ссылка в описании профиля. И вы полюбите себя. Это я вам гарантирую. Результат я вам гарантирую. Саша, иногда гармония может нарушить события в жизни и нереально любить все вокруг. Так вы, это уже ваш выбор? Как вы воспринимаете события? Наверное, вы думаете, что я выхожу каждый раз в эфиры, и у меня вообще жизнь медом прям намазана. Что в моей жизни вообще все настолько гладко. Увы и ах. Но я воспринимаю любую ситуацию с улыбкой. Я говорю, отлично. Спасибо, что ты даешь мне даже негатив. Я вам объясню, как благодарить события, которые негативные. Да, первый момент – это стресс. Да, хочется плакать. Но взяла себе в руки, потому что слезы лить просто так зря. Отказывайтесь это делать. И потом говоришь, как же здорово! Благодарю тебя, что ты даешь мне жизнь. А сидела бы я без нервов, без проблем. Что бы я делала? Я бы загнулась и загнила бы в этой жизни. Благодарите за проблемы. Это делает вас сильнее. Это вас закаляет. Это вас растит, возвышает и делает человека достойного. А если ты говоришь, а, вот как же с проблемами, обстоятельствами? Ну, тогда ты не проходишь уроки, раз ты истеришь, беснуешься, излишься. Твой выбор, как ты воспримешь? С улыбкой скажешь, давай, как новое контрольное, как новое задание. Представляете, что жизненные трудности – это задание в этой жизни. То же самое, как задание на работе. Вспомните, кто любит свое дело, кто занимается, когда вам дают новый проект. А вы горите! Новый! Класс! Вот это все уже избитое, я все знаю, а тут новое. Я решу его. А когда вы сдаете проект, и у вас получается, какой у вас торг, какая гордость. Вот так же относитесь к проблемам. Новый проект. Вот тут все старое, я все знаю, а это новое, я буду это решать. И тогда жизнь становится интересным квестом. Многогранным, интересным, разносторонним, событийным, ярким и насыщенным. Ребята, спасибо вам большое за эфир. Все, у нас остается две минуты. Я вам желаю отличного дня, прекрасного настроения. Геленджик сегодня ветреный. Передаю вам погоду, сводка, метео. Но у нас солнце. Где-то градусы, наверное, 3-4 плюс. Погода радует. Сегодня у меня очень счастливый день. Я хочу вам передать свою энергетику. Любите друг друга, улыбайтесь чаще, поднимайте себе настроение. И знайте, что все у вас получится. Вы можете, хотите и намерены. А с вами была Александра Харитонова. Эфир сохраню. Пока. Пока.